Друзья мои, всем привет! По вкусу батат похож на смесь тыквы и картофеля. Готовится он очень быстро и просто, а сочетается... Да с чем угодно. Давайте приготовим. Возьмем 5 штук батата, оливковое или растительное масло, соль, перец, приправы прованские травы и молотую паприку. Для начала нужно нам очистить батат от кожуры. Во многих источниках я читала, что запекать батат можно и в кожуре, но я считаю, что лучше все-таки почистить. Кожура достаточно плотная и толстая. Далее очищенный батат нарезаем на брусочки нужного вам размера. Далее перекладываем батат в чашу для смешивания. Добавляем по вкусу соль. Добавляем свежемолотый черный перец. Также по вкусу. Я люблю крупный помол и побольше. Далее добавляем приправу молотая паприка. На такое количество батата я добавляю примерно 2 столовые ложки. И теперь добавляем еще приправу прованские травы. Примерно столько же. И последний штрих добавляем растительное масло. Примерно 3 столовые ложки. И далее мы перемешиваем наш батат со специями и маслом. Очень важно хорошенько все перемешать, чтобы каждая долька батата была покрыта маслом и специями. Перекладываем батат на противень, смазанный маслом либо застреленным пергаментом. В моем случае на силиконовый коврик. И отправляем в разогретую духовку примерно на 30 минут. При температуре 200 либо 220 градусов. Ориентируйтесь на свою духовку. Вот так вот быстро он готовится, этот наш батат. Очень вкусно подать его соусом цацики. Нежный сметано-чесночный соус со свежим огурцом очень хорошо подойдет для плодов батата. Ссылку на рецепт этого соуса я оставлю в описании к видео. Вот такая красота у нас получилась. Батат можно есть и с мясом, и с рыбой, и просто с соусом, да с чем угодно. Я желаю вам приятного аппетита, друзья. Если вам понравилось мое видео, буду очень благодарна за лайк, либо комментарий. Всех обнимаю, целую. Всем пока. Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok